Северный Арктический Федеральный Университет впервые стал площадкой для проведения шестого заседания рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий. В стенах САФУ собрались представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, служеб спасения, центров управления в кризисных ситуациях, а также дипломаты и ученые из России, Беларуси, Китая, Эфиопии, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов. Все страны-члены группы БРИКС объединяют одни цели и задачи, составляющие взаимный интерес в области чрезвычайных ситуаций. В условиях множущихся рисков и вызовов безопасности, в том числе из-за изменений климата, деградации мерзлоты, мы видим, как учащаются пожары, в том числе и в тайге, и в северных широтах. Несомненно, страны БРИКС – это те государства, у которых уже имеется большой опыт, и путем сложения усилий мы можем более эффективно противостоять вот этим опасностям. Также среди основных вопросов и тем обсуждения участников мероприятия – организация сотрудничества чрезвычайных ведомств стран БРИКС, практические моменты взаимодействия между спасательными службами, развития системы мониторинга природных катаклизмов, информирования и ранние оповещения населения при ЧАЭС. Кроме того, планируем сделать первые шаги по отработке алгоритма обмена информацией между национальными центрами управления в кризисных ситуациях. Кроме того, делегация МЧС России поделится с коллегами опытом создания поисково-спасательных отрядов и обеспечения безопасности в арктическом регионе. Архангельск открыл председательство России в БРИКС не случайно. На территории Архангельской области проходит главная арктическая судоходная трасса России – Северный морской путь, позволяющий обеспечить доставку грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В прошлом году был прямой рейс из Азиатско-Шанхай, в этом году мы планируем это направление развивать. И вопросы безопасности обеспечения, например, судоходства – это крайне важный вопрос, в том числе и для бизнеса, который входит в эти новые проекты по логистике. В регионе успешно действует Архангельский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС. Это площадка, на которой для сферы обеспечения безопасности разрабатываются и адаптируются новые технологии и ведутся научные разработки, в том числе и учеными Северного Арктического Федерального Университета. Мы стараемся оказывать помощь и поддержку МЧС в плане мониторинга. Над этим у нас работает целый ряд исследовательских центров, включая Центр космического мониторинга. Мониторим ледовую обстановку, состояние водных ресурсов, ну и многие другие направления. И, собственно, под задачей МЧС работаем непосредственно. Ощутимую поддержку региональному МЧС вот уже на протяжении 20 лет оказывает и студенческий отряд «Поморспас». Добровольцы студенческого отряда, сотрудничающие со службой спасения имени Поливанова, реализуют совместные проекты по повышению уровня грамотности населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Участвуют в учениях, осваивают навыки помощи людям в чрезвычайных ситуациях. И, что приятно, являются многолетними победителями из анальных и всероссийских соревнований. Федеральный университет является и основным образовательным центром подготовки специалистов по комплексной безопасности. Имеет успешный опыт по реализации проектов профилактики чрезвычайных ситуаций на арктических территориях, что может быть использовано в рамках совместной эффективной деятельности по обеспечению международной стабильности и безопасности стран БРИКС.